привет мои дорогие подписчики или дорогие ублюдки как сказал бы мой бывший муж рада представить вам мое второе видео на youtube канале как вы видите произошел апгрейд первое называлось отношения с моргенштерном это будет называться брак с моргенштерном давайте помолимся чтобы следующее видео никогда больше не вышло я конечно по большей части шучу но мы действительно приняли решение что всю эту историю пора наконец заканчивать не подумайте ни в коем случае не хочу о нем рассказывается плохо и не хочу сказать что я считаю вот плохим человеком или плохим мужем нет просто как бы банально это не звучало мы просто не сошлись характерами и мы поняли что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях свадьба именно после свадьбы наши отношения дали трещину и чем между нами меньше расстояние не обязательно физически тем дальше мы друг от друга становимся я не знаю почему чтобы это понять нам нужно было жениться и так долго пытаться свириться с этим фактом но на данный момент это все в прошлом за время всего брака я поняла что семью именно вот семью просто невозможно построить на одном только романтическом и физическом влечении на самом деле это максимально умный человек на мой взгляд он очень много читает он очень много изучает он впитывает очень много информации просто как губка и когда у него зарождается какая-то новая идея она просто затмевает все чтобы было и есть там у него в голове и он думает что это единственный верный способ жить и другие варианты он не рассматривает вообще вы сто процентов замечали как примерно с периодичностью полгода перед нами предстает новый моргенштерн но если между нами это не так его мышление или образ жизни как это кардинально не меняется но вот это вот интересная мысль или идея она только спустя время становится кусочком общего пазла но до того момента в глаза бросается только она и вот какой-то момент он загорелся идеей что хочет семью и детей сразу хочу сказать что это решение было не спонтанным мы его приняли там не на кураже или еще как-то нет мы достаточно долго обсуждали как мы вообще видим наше будущее что мы хотим друг от друга в будущем мы разговариваем об этом сразу хочу сказать за себя я человек достаточно таких консервативных взглядов потому что все таки из полной семьи всю свою жизнь я вижу как мои родители любят друг друга как они взаимодействуют и все вот это вот во мне очень так откликается что когда он эту идею мне преподнес она мне была очень близка вот так вот мы оба поняли что хотим пожениться и на самом-то деле окончательное решение о браке уже принято и это всего лишь вопрос времени давайте теперь берем к самому интересному как так получилось что я сама сделала предложение алишеру во-первых это весело во вторых это нетипично и неожиданно в третьих это точно запомнится и самое главное в четвертых я точно знала что алишер тоже этого хочет я конечно могла дождаться своего предложения но тогда вот так вот получилось что подвернулся слишком удачный момент мы сидели в синагоге общались с раввином и процессе диалога мы поняли что много вещей нам будет очень проще решать если мы будем как бы уже в браке вот и это решили мою сторону посыпались шутки формата ничего когда-то мне предложение сделаешь и я посмеялась конечно но внутри подумала были и сделаю и короче там было много людей незнакомых абсолютно я познакомилась там с девочками вот я говорю девчонки пипец я хочу сделать предложение своему мужчине и говорю а время уже было такое позднее там 20 минут уже где-то примерно заставалась до закрытия там всех торговых центров я говорю если возможность мне пожалуйста заплачу сгоняйте пожалуйста купите кольцо я хочу сделать предложение они такие что реально типа блин конечно побежали вот в итоге они купили мне кольцо я с этим кольцом сидела на шабате и дальше вы уже вся сами все знаете увидели сто процентов видео как это все происходило это был наверное один из вообще самых ярких моментов моей жизни приехала потом еще его мама мы все эту новость рассказывали звонили моим родителям короче было круто и отдельно еще хочу выделить момент когда в ответ получила предложение я и это было очень-очень угарно потому что были съемки клипа динера он на шер был с голым торсом такой в бежевых трусиках выглядел как будто он голый вот на одном колене он передо мной сделал мне тоже предложение что я хочу чтобы еще одна сегодня родилась Добля! Ура! А, сюда! Пиздец! И я хочу сказать огромное спасибо тебе, Алишер, за вот эту вот сказку, которую ты мне тогда устроил. А дальше была свадьба. Бешеная. Мы ее организовали за три недели. Настолько она была безвкусная, что просто до ужаса стильная. В общем, девочки, это был восторг. Ди-ла-ра, бля-ать! Я тебя люблю, бля-ать! Ой, господи, как же уюкшо. Обожаю. Не пропустят тебя никуда дальше, диван. Ты понимаешь, мы не на такую вотку прочитываем. Еба ты, суха! Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто участвовал в организации этого праздника Всем тем, кто участвовали в нем сами непосредственно И, конечно же, огромное спасибо полицейским, которые решили устроить внеплановую проверку в день нашей свадьбы И которые, конечно же, там ничего не нашли Кстати, по поводу отношения с полицией и власти мы еще поговорим попозже И вы удивитесь, как сильно это впоследствии повлияет на нашу жизнь и на наши отношения Ну, а сейчас вернемся к самому главному Что с нами произошло после свадьбы? После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений Не знаю, не могу сказать точную причину Наверное, просто брак это не для нас история Вот, вы можете понаставить на кучу диагнозов Отправить к психологам, психиатрам Сказать, что у нас непроработанные детские травмы И все вот это остальное, мне все равно Но в какой-то момент после свадьбы просто все потухло Я помню, как было раньше Мы никогда не скучали рядом с друг с другом У нас были разлуки, были яркие встречи, были обиды, была страсть Были скандалы, я не знаю, наверное, многие из вас бы вместе не смогли пробыть в таких отношениях Но мы жили в них годами И именно это делало нас счастливыми После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности Даже стыдно признаваться, но все, что мы делали, это ели, спали Играли в игры на компьютере И что, мы не взяли, что ли? Нет Да как? Еще и Данила сейчас умрет в детстве Бля Данила рак Поначалу это было прикольно Даже моментами мило Но впоследствии это повлекло за собой апатию, раздражительность А вылезти из этого мы уже не смогли Какие-то непонятные ссоры по мелочам Это все очень сильно накаляло обстановку И мы просто не выдержали этот период притирки В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак И то, что он сделал с нами И всего за каких-то пару месяцев весь огонь, который у нас сгорел, он просто потух Еще, как ни странно, очень плохо на всю эту ситуацию повлиял наш вынужденный переезд за границу Возможно, наш брак и можно было бы спасти Если бы мы вовремя уехали друг от друга Разъехались бы просто дали выдох Мы бы друг другу подумали, как дальше строить отношения И как наладить то, что строилось годами И дало трещину всего за пару месяцев Это позволило бы нам не совершать ту кучу ошибок Из-за которых мы не можем быть вместе И вряд ли когда-нибудь сможем быть вместе Но у жизни были тогда другие планы Хотя мы понимали и чувствовали, что такая вынужденная изоляция от всего мира И возможность доверять только друг другу должны были бы нас сплотить Но по итогу получилось только хуже Но мы просто не могли оставить друг друга в такой сложной ситуации Но уже тогда мы понимали, что медленно, наверное, все потихоньку рушится Если честно, мне очень тяжело об этом говорить Мне так жаль, что все вышло именно так Потому что это мой самый любимый человек Потому что я никогда не была счастливее, чем в день нашей свадьбы Потому что я действительно хотела быть частью его семьи Быть его лучшим другом Но я понимаю, что это просто невозможно Я, если честно, разрываю от того, что происходит От того понимания, что мы сами это все сделали Но ни я, ни он Мы не можем больше это продолжать Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него Но в итоге вышла за Моргенштерна Иногда мне кажется, что Алишера просто больше нет И это очень больно Хранить живого человека Я думаю, это все, что я хотела вам сказать И напоследок хочу пожелать вам Никогда не повторять таких же ошибок И прошу, цените своего любимого человека Потому что встретить настоящую любовь Это такое счастье, которое выпадает далеко не всем И если у вас есть такой любимый человек То вы должны беречь его всеми силами Нам пора прощаться Сэй лави Жизнь не так бывает Не звони Нам пора прощаться Сэй лави Наш последний пятник Смерть любви Сэй лави Сэй лави Сэй лави Сэй лави Сэй лави